коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня разберем торговую ситуацию по монетке хук которую получилось зацепить и получился отличный ложный пробой с колоссальным запасом хода для интродэй сделки монетка хук перед началом до хотел бы те факторы которые вообще склоняли меня в сторону шарта разобрать в целом настроение у меня было на 14 августа шартовая по нескольким причинам значит первое то что у нас там глобально шартовая картинка мы скорректировались на битке при коррекции у нас есть на торговка импульс откат мы не смогли уйти на переходе на завалили вниз то есть с этого момента мы начинаем смотреть шорты либо сразу в продолжение либо отката с какого-то да то есть куда нас будет подбрасывать и там смотреть заходы шартовые по итогу дело закончилось тем что мы пытались да здесь обновить изломчик но не смогли закрепиться да то есть нас катили обратно в ночь мы ушли день у нас закрылся под этим изломом а значит вероятность дальнейшего движения она резко снижается единственный момент что вчера нас на новостях немножко размотала да такая манипуляция произошла мы даже обновили хай но потом все равно очень сильно завалили вниз поэтому настрой этом эфир смотрел 2 500 2 750 на шорт отличная была до манипуляции отличный подход но перед новостями прыгать не стал потому что было слишком на новостях слишком волатильна до нужны далекие стопы я такого не люблю значит по итогу движения состоялась взор пал на монетку хук те монетки которые как правило да как правило подчеркиваю которые очень сильно выстреливают которые подбрасывают у которых но под собой там какого-то существенного фундамента нет там я не знаю тот же самый эфир там с и те фом например либо там сетевые какие-то монетки они имеют место быть двигаться да там позитив какой-то там партнерские какие-то соглашения но в общем какие-то факторы именно там в кавычках до фундаментальные которые могут оказать некую поддержку цене хук не из тех до подбросили на каких-то там я не знаю новостях и новостях я не силен в крипто фундаменте да только техника рост составил на вчерашний день там 76 процентов без вчерашнего дня 70 процентов был ход подход быстрый никаких на торговок нет да как это было здесь как это было там здесь здесь даже мы стояли на торговке и здесь мы стояли на торговке здесь этого ничего не было по сути у нас нисходящее движение мы упали скорректировались провалились после провала коррекция и будем ждать куда-нибудь вот туда да на продолжение то есть глобальная шартовая картинка сохраняется значит первая очередная первоочередной наверно уровень для интереса точнее вызывающий интерес до был 53 14 уровень с истории стали постояли провалились в моменте распилили при сваливании уровень подтвержден на часовом таймфрейме была отличная ситуация да мы упали опять постояли и провалились адаптировал 53 14 ждал ложный пробой конкретнее после ложного пробоя тут такая картинка была на манипуляцию да опять то есть поджимают вроде но впереди дневка и возможно завалит ждал что нас немножко катят постоим и вот тогда это был бы шорт но к сожалению после того как откатили да и дали опору тут же улетели сделали переходить то есть вот этот сценарий он сразу отпадает для того чтобы там далее смотреть шорт нам нужно опять встать и постоять да то есть после вот этого уже переходим вместо этого мы поехали дальше так как происходит дальнейшее движение я сразу смотрю на что можно ориентироваться на истории где можно ожидать какую-то реакцию да то есть вот на часе это выглядит так что мы когда подошли к дневке встали в на торговку сделали небольшую манипуляцию по хаю и быстренько провалились под ретеста здесь никакого не было выход довольно чистый поэтому иди естественно первичный подход я ожидал на ретест именно пробитого уровня но у нас решили свозить и вынести да вот этот хвостик тем лучше за хвостом у нас опять на торговка да то есть это то место где цене как правило тяжело двигаться до такой грязненькая поэтому можно ожидать что в реакции будет для тех кто смотрит графики там исключительно четырех часовики часовики не заглядывать на дневку применяйте до такой прием сжимайте масштаб просто посмотрите насколько интересно то место где вы хотите торговать да то есть на сколько цена реагирует на него какие подходы что происходит данном случае если вот перекрестие так поставить то мы можем видеть что у нас здесь реагирует цена и здесь мы поджимали завалились обратный был подход довольно долго копили пробили закрепились уже здесь стояли такая как тоже манипуляция да ну естественно единственный перехай не сделали общем уровень локально очень и очень неплохо отрабатывает поэтому прицеливаемся сразу у нас есть остановка постояли провалились и хвостик ложного пробоя да то есть 50 на дневном таймфрейме у нас 5507 вот эта остановка и 5518 это хвостик ложного пробоя вчера получилось залезть довольно агрессивно стоп был расчетный потому что никакой вот на торговке да на заваливание не было но я если честно и не особо то ждал потому что движение было уже существенное и какая-то уверенность в общем вчера была небольшая по поводу шартов на битке в общем по итогу имеем расчетный стоп лосс 167 процента 17 от волатильности на текущий момент времени запас хода и инструмент прошел более 12 к одному или 20 процентов значит я не люблю быть голословным вчера такой как совместные торги получились в общем это будет в рамочку да то есть по итогу 4 фикса 35 и далее уже по мере движения тут слева прицеливался где можно пофиксить был вопрос проговорил важный момент касаемо того как вот этот как переживать значит для того чтобы не забивать себе голову на эти обратные движения к уровню у вас должна быть теска вы должны понимать что ложный пробой работает ложный пробой внутри дня с внутри дневным и стопом работает на потенциал хода там больше сильно больше чем три к одному да где можно удерживать там 35 и так далее если инструмент идет откатывается идет откатывается идет откатывается вот такие такие инструменты до лучше фиксить там там 34 к одному и закрываться да если это будет закрыть и где-то здесь он пойдет без вас ничего страшного не будет инструменты которые вот так валят безоткатно их можно пробовать забирать но вплоть до основания на текущий момент да на подходе к основанию когда на торговку зашли мы вкопались и начали здесь стоять на скрине там видно это место где я пофиксил потому что не будет далеко уехал потому что есть реакция да то есть она реагирует на подходе закрываем если мы говорим там про трендовые движения на обновление то закрываться лучше когда палки формируются именно на пробой то есть когда вылетает следующий импульс который перебивает предыдущий злом здесь лучше фиксироваться потому что высока вероятность обратном движении но самое важное да то есть вот почему это место приседел так не достали обесценивание не сделал потому что не прошли даже 2 к одному да то есть вот эти вот все факторы говорят о том что пока рано и в безубыток переводить и частичные фиксации это дело потому что она может до подышать в данном случае и ранний перенос в безубыток практически всегда гарантированно будет приводить к выбиванию из позиции лишь затем цена будет идти я даже готов был пересидеть здесь какое-то движение единственное только промеса жесткий распил начнется уровень то уж конечно схлопнуть а так если вот плавно плавно здесь бы болтались я бы не закрывался и позицию бы держал как было на автос то есть вот это первый первый раз неудачный был заход а второй вот ложный пробойчик далее и вот мы не валимся да но и как бы не растем поэтому такое можно посидеть и вот куда-нибудь вот туда хотелось бы ну пойдем что говорится длительное удержание позиции движение безоткат когда не нужно там смотреть на минутках и бояться каждых всплесков каких-либо дают то есть здесь у нас есть отката боже мы выбили откат теперь у нас ланги да вот здесь начинаются но нет этот откат теперь уже да мы видим что обновлен нацелен на выбивание попутчиков да то есть те кто там залезли в шарты вот они все сидят своих позициях шартовые все радуются прибыли ближайших выбивают и затем происходит следующее движение вот чтобы этого не пугаться смотрите там ну на м5 тоже довольно часто откаты пугают а так м15 часовик часовик вообще лучшее отражение если вы не видите там каких-то там два-три часа когда против инструмент идет ну да разу и всплеск есть но следующим часовиком его полностью продали это да там по техническому анализу это паттерн поглощения и значит это нам говорит о возможном дальнейшем движении да то есть возможно кому-то психологически будет легче до пересидеть но не забывайте да то есть вот все движение померили процентов 30 отмерили от самого низа вот 30 процентов и это табу прям не отдавайте в рынок больше 30 процентов особенно если вы сидите полным объемом у меня там остались копейки суще да я гонюсь за зелеными панелками чтобы потом показать что вот я вы сидел там 50 процентов движения например на двадцатом плече и показать всем тысячу вот так что это такое больше его потешить наверное самое главное да я фиксировался и фиксируйте не отдавайте в рынок обратно свою прибыль вот торгуйте ложные пробои выбирайте правильный ориентир для поиска ложных пробоев смотрите на тренд обязательно ложный пробой по тренду он всегда будет априори лучше уровень с истории да неважно нас подбрасывают корректируется например вот вчерашнюю ситуацию есть уровень с истории мы работаем ложный пробой по тренду в основном направлении движения и целью этих входов всегда будут обновления экстрема то есть здесь как правило будет существенный запас хода когда вы смотрите эту формацию на d1 у вас будет огромный потенциал движения если вы смотрите тот же самый уровень на m5 либо там на m15 да на младшем таймфрейме у вас будет идеальная точка входа с внутридневным стопом от отара как правило до быстро ложные пробои это расчетный стоп лосс и потенциал движения который будет кратно больше чем три к нам всем удачи пока пока ко мне по а по по и по 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 о о